Всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, поздравляю с воскресным днем и обращаю ваше внимание на слова, которые прозвучали в сегодняшнем Евангелии. Если вы будете иметь веру, хотя бы как зерно горчичное, то скажете Горесии, перейди отсюда туда, и она перейдет, и не будет для вас ничего невозможного. Эти слова Господь сказал Своим ученикам, когда они спрашивали Его, почему они не могли изгнать беса из весноватого отрока. И тогда же Он сказал им, сей же род сгоняется молитву и послом. И Господь указал нам этими словами путь ко спасению. Потому что человек спасается через веру, как говорит апостол Павел. И именно вера является той спасительной силой, которая ведет нас к Царствию Небесному. Но что такое вера? Как сдержать ее? Как ее приобрести? Вера – это дар Божий. Мы не можем веру к себе внушить, мы не можем ее откуда-то приобрести, ее невозможно купить за деньги, ее можно получить только в дар от Бога. Но для того, чтобы получить веру в дар от Бога, мы призваны трудиться. И Господь говорит нам, что есть молитва, есть пост, есть другие средства, которые ведут нас ко спасению. Есть те добродетели, которые мы призываемся исполнять. Есть те заповеди, которые Он нам дал для того, чтобы мы укрепляли в себе веру. Вера – это дар Божий, но это не значит, что человек может пассивно, без всяких своих усилий, этот дар получить. Иногда бывает и так, что вера как бы обрушивается на человека, когда он ничего подобного не ждал, когда он не имел Бога в своей жизни, когда он не видел вокруг себя и в своей жизни присутствия Божия. Но нередко бывает так, что человек ищет веру, и она дается ему в ответ на его молитву, в ответ на его прилежание, в ответ на его усердие, в ответ на его добрые дела. И Господь призывает нас иметь именно такую веру, не просто веру, которая выражается в исповедании тех или иных догматических истин, что очень важно, потому что вера не может быть без исповедания Бога в Троице Единого, без исповедания Христа как Бога и Спасителя, без исповедания основных догматов веры. Но этого недостаточно. Господь ждет от нас, что мы будем каждый день о Нем помнить, что мы будем начинать и заканчивать день молитвы, что мы будем свои земные поступки сверять с теми заповедями, которые Он дал нам в Евангелии. Вот так и получается, что с одной стороны вера – это дар, но с другой стороны вера – это то, что приобретается большим трудом и то, что приобретается большим усилием. Как Господь говорит о Царстве Небесном. Не ищите Царствие Небесное где-то там или где-то здесь, оно внутри вас. Но в то же самое время, Господь говорит, Царствие Божие усилием берется, и прилагающие усилия приобретают его. А это значит, что Царство Небесное не где-то далеко, оно здесь, рядом с нами. Но для того, чтобы мы стали Его причастниками, для того, чтобы мы в полной мере ощутили свое присутствие, Его присутствие в нашей жизни, мы должны приложить усилия. То же самое касается веры. Вера – это дар Божий, она дается нам не за какие-то заслуги, она дается нам по милости и по благодати Божией. Но в то же время, Господь ожидает от нас и молитвы, и поста, и других добродетелей, которые эту веру укрепят, которые эту веру в нас возрастят, и которые помогут нам быть верующими не только на словах, но и на деле. Апостол Павел в сегодняшнем послании научает нас, каким должен быть верующий человек. Он говорит, мы посмешище для них. Нас злословят, а мы божеславляем. Нас хулят, а мы молимся. Нам делают зло, а мы отвечаем на него добром. И именно так Господь призывает нас жить. Не по законам и нормам мира сего, где действуют правила око за око и зуб за зуб. Тебя обидели, ты ответь тем же. Тебе сделали зло, ты отомсти. А Господь говорит, не отвечайте злом на зло, отвечайте на зло добром. Не мстите тем, кто делает вам зло, но благословляйте проклинающих вас. Любите ненавидящих вас. Молитесь за обижающих вас. Это и есть тот путь, идя по которому мы можем взращивать и укреплять в себе веру. Будем идти этим путем и будем просить Господа, чтобы Он давал нам силы всегда оставаться верными Ему, Его святым заповедям. И все то, что мы слышим в Евангелии, воплощать в нашей собственной жизни. Аминь. Всех вас поздравляю с праздником. Прони вас всех, Господь. Продолжение следует...